Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Мы с вами уже говорим не в одном видео, а вот про эту премию Муз-ТВ, которая проходила, которая, с моей точки зрения, вообще не должна была состояться, учитывая те обстоятельства, которые были. Но пели-танцевали, бомонд отдыхает, что называется, празднует жизнь. И вы знаете, друзья, наверняка вы помните, как в День защиты детей Бузова вышла полуголая, она делала эту шуму, и у Лолиты, которая, кстати говоря, с Инстасамкой они все-таки выиграли, она назвала ее невероятно творческим человеком. Посмотрите, у меня есть видео, где я вчера прочитал стихотворение, ну, как в стихотворной форме две песни Инстасамки. Да, я сам потом пересмотрел, и знаете, это, конечно, сильно, очень сильно. Не знаю, что там уж и кто там за ней стоит, что ее все называют невероятно творческим человеком, но да ладно. И здесь Лолита решила высказать относительно вот закона, внесенного в Государственную Думу, правда, про него сразу почему-то стали молчать, про одежду артистов, соответственно. Я еще раз говорю, если нужно на законодательном уровне людям объяснять, что нужно быть одетыми на сцене, это уже все, это уже, конечно, очень сильно. То есть нужно, думайте, нужно законом закрепить, чтобы люди понимали, что на сцене надо одеваться. Обычно люди так это понимают, да? Но тем не менее, ладно. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами посмотрели, что Лолита сказала по этому поводу, и потом эти слова, собственно говоря, прокомментировать. Давайте посмотрим. Сказали, очень жарко работать, особенно те, кто работают живьем, и у нас молодое поколение, да, те, кого, как будто вышли в купальниках, это не купальники, это профессиональное оборудование, но в этом тоже очень жарко, и пот течет по телу, обычно все это белье, верхнее белье, я имею в виду, оно невероятно мокрое. Но если вы обратили внимание, я уже в дресс-коре. Все закрыто. Посмотрите, если дернуть за веревочку, ничего не будет. А вот это означает, что я вообще все завязала. Видите? Все завязала. Ничего не видно, не слышно. Поэтому все нормально. Но я думаю, что все успокоится со временем и всему свое место. Может быть, действительно, на каком-то детском утреннике совершенно точно я бы не вышла в какой-то открытой одежде, ну, еще на школьную линейку не пришла бы в чем-то. Ну, а концерты на то и концерты, чтобы человек не думал про одежду, и я имею в виду, что она мне не мешала, чтобы ты мог действительно... Ну, вот, друзья, вы сами все слышали. Вы знаете, я когда слушал эти слова, я все думал про действительно настоящих певиц, которых можно назвать певицами. У нас само слово певица уже настолько опошлили, настолько его сделали не относящимся к певице, к настоящей певице или певцу. У нас поют все. Блогеры поют. Значит, я не знаю, там... Да кто угодно выходит на сцену. Я имею в виду не дома или что-то еще, или для своей какой-то аудитории, на своем канале, допустим. А на большой сцене я имею в виду. На большой сцене. Выпускницы дома два выходят. И они называют себя певицами. Вот я какие-то там три песенки записал, и я говорю, я даже не могу это назвать песней. Для меня это как какие-то... Способ самовыражения, можно сказать. Стихотворение под музыку. Не знаю, как это можно назвать. У меня нет голоса, я не певец. Я никогда им не стану, к сожалению, моим большому, может быть. Но это так, это правда жизни. Здесь ничего не поделаешь. Но что-то такое, можно какую-то мелодию незамысловатую и, собственно говоря, стихотворение и какое-то самовыражение. Кому-то, может быть, будет близко. Почему нет? Но выходить на сцену, петь на сцене, и говорить, что я певиц, 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 это, конечно, певец или певица, это, конечно, невозможно просто представить себе. Потому что Людмила Зыкина, вот певица, это певица, певец Магомаев, Муслим Магомаев, вот певец. У нас певица Анасти, Бузова, Марик Раймбрери, кто это такие, я вообще не понимаю. Откуда эти люди взялись? Что они делают на сцене? Я просто не могу понять никак. Инстасамка, певица. Как это может быть, я не понимаю. И вы знаете, когда я слушал Лолиту, когда она рассуждала о том, что жарко, это же Люся Чеботина, певица, кстати, тоже, певица, да, которая говорит, что ее песни поют, когда она идет. А она, кстати, сказала, что она закончит карьеру. Я наконец узнал, кто это, Солнце Монако поет песню Люси Чеботина. Она сказала, что она закончит певческую карьеру, если примут такой закон, потому что она и на сознании теряет работу, живем, это же нереально просто. Друзья, это просто фантастика. Молодые девочки, которые певицами не должны называться, они говорят, что они, собственно говоря, вот так будут делать. Вы знаете, я вот сегодня, когда слушал Лолиту, я представлял себе ту же Зыкину, которая на всех концертах нормально выглядит. и ее, она в обморок не падает, и ничего с ней не происходит. Понимаете? И еще огромное количество настоящих исполнителей, исполнительниц, которые пели песни, хорошо одетые, в костюмах, в платьях соответствующим образом одетые, и никто их не уносил, и они не жаловались. Ну, друзья, вот я хочу сказать, если в цех, где работают металлурги, зайти, они смену работают, да, там до 50 градусов, и они одеты, потому что это там и безопасность, и все. Певички выходят на сцену и говорят, я в обморок упаду, мне петь вживую надо. Не смешно? О чем ты говоришь, Лолита? О чем вы говорите? Это просто фантастика какая-то. У нас надо говорить не о том, что работать, не работать, там второе белье, первое белье, и она еще говорит концерт, на то и концерт, чтобы не думать об одежде. Ну, как, чтобы она не мешала. Что значит не думать об одежде? Концерт на то и концерт, надо сказать, как мне кажется, что исполнитель или исполнительница, одежда это часть образа, уважение к людям, к зрителю, вечернее платье, летом это может быть какой-то костюм, или какое-то легкое платье, или еще что-то, но это же уважение к людям. Если у нас девки с тетяндрами, вываливающимися, стали в трусах петь на сцене, и что вы хотите объяснить это тем, что на улице жарко? Давайте-то пусть они голые, может, поют, а на Евровидении мужик вышел без трусов, все плевались нормально, может, потому что у него жарко, ему, он может сказать, слушайте, мне в трусах жарко, я проветриваю. До чего мы опустились, если такие обсуждения идут? Как можно обсуждать одежду артистов в русле того, что летом жарко, ну, поэтому вот нужно вот раздеться? Да что за смех какой-то? Великие исполнители пели всегда, летом в жаре работали, и были нормально одеты. Вон, выбирай натуральные ткани, так сказать, выходи и пой. Это ужасно, я считаю, что прикрывают какие-то извращенства просто тем, тем, что якобы на улице жарко, и работать жарко, и какие-то певички завершат свою карьеру в случае, если, так сказать, что-то там примут. Да я даже не знаю, кто это такие. Я считаю, что эти люди, они даже на сцене не должны находиться. Если бы не мамики, папики и продюсеры, их бы на сцене-то не было. А они рассуждают о том, что им не дают одеваться, как вы должны одеты быть. И это нужно понимать. Есть, что такое хорошо, а что такое плохо. Есть просто рамки приличия, просто рамки приличия в обществе. Вот и все, с моей точки зрения. И ничего здесь законодательно закреплять не надо. Должны люди нравственность иметь внутри соответствующую, понимаете, чтобы понимать, как, где нужно быть одетым. Ты пришел на пляж, пожалуйста, будь в купальнике, ты будешь купаться. Ты вышел на сцену, будь, пожалуйста, одет так, чтобы люди чувствовали, чувствовали, что их уважают. Другое дело, что у нас и люди-то, когда Бузова пела, я смотрел, полуголая, люди-то были просто радовались, понимаете. Нас люди-то, мы тоже имеем, мы меняемся сейчас в том-то и дело, в свете проводимой операции. Вот в чем дело. Мы меняемся, эти коросты отвалятся. Это обязательно случится. Но нужно об этом говорить, я считаю. Поэтому я с Лолитой абсолютно не согласен. Друзья, что вы думаете нас еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь, приглашаю вас на свой второй официальный канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Только что там вышло видео о политике. Вчера вышло два видео, одно аж 20-минутное, на довольно серьезные темы. Там больше свободы слова, поэтому мы говорим о миграции, и так далее, и так далее. Переходите. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Смотрите. Обязательно подписывайтесь. Там мои стихотворения, если можно так назвать, еще раз повторюсь, песни и так далее, и так далее. Все, чего здесь нет. Друзья, и приглашаю вас на свой сайт www.BuddaGrišna.com для бизнесменов-предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.